всем доброго вечера дорогие мои доброй ночи но сегодняшний ролик я бы хотел посвятить на тему опять же на вопросы ваши до моих подписчиков это о том что ожидается ли цены как говорится повышение цен на летнее время на недвижимость здесь но она неважно какое время закон она работает уже с этого года поэтому но те которые привыкли зарабатывать на сезоне в сезонах они конечно все равно не оставляет надежды на то чтобы еще заработать выставляет конечно и фейсбуке везде за большие цены но на самом деле реально все обстоит совсем по-другому да люди хочет люди хотят конечно кроме отелей снять квартиры как и прежде на краткосрок чем отель и экономнее это но видите как сейчас вот такие вот жестокие законы ужесточение поэтому это будет проблемно но все равно наши люди я же говорю выставляет фейсбуке кстати я недавно пор я смотреть начал то что фейсбук я это где и знаю это люди неплохие люди но у них другой бизнес был у них был другой бизнес вот другой у них был бизнес они совсем другим занимались вот а сейчас вот решили как говорится играть на этом вот на недвижимости побрился вот так чуть-чуть вот здесь вот это не любил не бритый все разве не бритый был как-то не по себе было в общем короче говоря и они не знакомы с этим бизнесом они плохие люди женщины в том числе они у них совсем был другой бизнес они занимались продажей роскоши там ну там для женщин до основном вот видимо бизнес уже не идет или же насколько я понял еще одно это самое или они свои уже сдают и уезжают на долгосрок но по таким ценам выставили что мама не горюй короче никто под этим ценам снимать конечно не будет тем более закрытых районах но я же говорю надежда умирает последние люди стараются вот как-то на чем-то заработать все равно сезон они привыкли это долгие годы были вот лафа во время сезона особенно вот но есть такое но на самом деле в реале реале дела обстоят совсем не так реале цены маленькие у самих турков да и потом если даже кто-то клюнет на такие объявления извините ребята без денег могут остаться и вообще даже плохими последствиями вот я бы не рекомендовал бы но отели конечно этим воспользуются у отелей будут большие цены сейчас уже они где-то две тысячи две с половиной тысячи начинается цены таких отелях да ну где-то наверное подальше от моря отель наверно можно будет наверное за тысячи за полторы снимать месяц лирах ну а такие вот ближе к морю наверное сейчас загнуть цену воспользуюсь тем что квартир нельзя уже вот но видите как из зол говорят выбирает меньшее да золо человек лучше наверно будет платить за отель и надежно будет чем на квартиру короче они-то это помогает или это заберут деньги и сразу сорвутся а потом попробуй ищи вещи свечи ветра поле поэтому я бы рекомендовал бы вам быть осторожным в этом плане конечно сейчас краткосрок запрещен нужна лицензия разрешение это мало кого вещь никто еще и даже это дело долго все равно это все равно сейчас к сезону никто не успеет это делать вот поэтому оставить только отели отели или есть еще один такой этот метод это когда вы можете взять приехать короче дом на колесах вот дома на колесах здесь и продаются издаются в аренду машины например взяли прокат дом на колесах взяли на прокат приехали поставили около моря машину отвезли аренду сдали зачем он вам нужен только когда надо будет а это год сдавать вот это это лично мое мнение вот это три четыре человека скоперировались короче дом на колесах дома на колесах здесь сел из заводе сработает который выпускает и лишь можно будет я думаю на скидку купить короче где-то сто сто двадцать тысяч стоит они там она колеса вот и пользоваться я так думаю лично мое мнение вот представьте себе да отель месяц короче да если 60 тысяч на 1 вот даже больше а этот сто с лишним нету мы лучше всего мне кажется купить например такой дом на колесах и скоперироваться уехал до проста где-нибудь на хранение каком парковке договорился приехал сезон опять также около моря кониалты наверно видит длинная колонны этого домов на колесах я не знаю как обстоят дела с этим в анталии в анталии но в анталии это развито вот палатка конечно не стоит палатках никто и не даст вот как вы написали это вот такие вот дела ну вот у меня видите фонарь вот такой вот так иметь я люблю вот такие вот вот смотрите это керамика посмотрите горит хорошо вечером сидит вот так вот когда-то на блошинке брал за копейки вот они смотрите это тоже самое на блошинке брал оружие штука вот фонарь люблю вот такие вещи окружать себя такими вещами стариной и посидеть еще бы дом с камином и собака рядом такая большая желательно белого света но я думаю все это будет надежда умирает последней стараюсь вас размещать чем-то вот сейчас все пишут плохо плохо тут турции ничего неплохого нету все нормально главное знать где жить как же я уже раньше говорил ассимилироваться и все будет нормально если плохо было бы мне должно было бы плохо после того что со мной случилось свое время поэтому не надо плакаться все будет хорошо вот такие дела в сахминдине осмотрю вот цель на квартиру вот я сегодня посмотрел очень дешево за живала не однократно выставили там закрытом месте конечно 2 плюс 1 то 3 плюс 1 почти 200 квадратов за миллион сто тысяч дом 5 лет а потому что не дают в нж там так что квартире закрытых районов все равно будут падать отменять этот закон пока еще и не думают не будут вот поэтому отели загнуть цену отели будут зарабатывать конечно хорошо а вот так вот чтобы квартире сдавать давать а этот бизнес же умирает или же это надо будет делать только законным путем путем оплаты налогов на лицензии все остальное это дело здесь очень очень сложно и так что вот такие дела ребята реально цены рынок этот стоит рынок я разговаривал сегодня тоже директором агентства проходил этом я ночью спрашиваю стоит год никто ничего не берет сейчас ни у кого денег нет квартире стоят его падает но не слишком чтобы сразу год но конечно дешевле намного чем было прошлом году ажиотажа ги атака стоит ки агентство недвижимости один за другим закрывается очень много агентств банкрот и очень много у людей по буквально денег нет я же говорю уже сколько там тысяч вот этих школ частных закрывается вот частных школ обанкротились вас полонти школ это по официально еще 1000 под угрозой закрытия у людей денег нету кто будет платить за своего чада извините сто пятьдесят тысяч в год оплатить порой даже до двухсот тысяч за это можно машину подержанную купить так что нет статистика одно а на самом деле другое а так конечно очень многие сейчас хотят заработать еще сезон сейчас будут людей дурить еще потому что они привыкли зарабатывать люди на этом поэтому как говорится все уже зависит от самих людей деньги взять и убежать они смогут я таких таких людей видел слышал даже что тогда когда были открыты районы одну квартиру двум-трем людям сдавали бывало такое но есть которые порядочные сдают но от них не зависят вынужден дают разрешение они не могут получить а квартира стоит а деньги не приносит они же привыкли чтобы они деньги проносили курорт на городах наши люди же привыкли деньги чтобы заработать на сдаче жилья на чем живут курорт на города на курорт на городах живут на сдаче жилья все в основном ну и на чучхеле если сочи ой блин порезал здесь он обрелся резко 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 опасно я люблю прикрыть ничего все нормально так что будем жить ребята всех вам благ хорошего настроения хороших тара пока